Слушайте, вот это даже меня в шок повергло. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал внимание убивать за оскорбление чести и достоинства в сетях. В сетях, Карл! То есть за комментарии. Данное заявление чиновник обронил, выступая на встрече с представителями малого и среднего бизнеса. Материал показала в эфире чеченская государственная телерадиокомпания. Государственная, подчеркиваю. Хочу процитировать сказанное. Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами. Если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится. Нет, мы все знаем, что Рамзан Ахматович достаточно эмоциональный человек. Но в данной ситуации, наверное, надо бы понимать, что ты не парень из подворотни. Ты занимаешь большую, серьезную, ответственную должность. Ты глава целого региона, стратегически важного региона для страны. Поэтому любое твое слово, сделанное на публике, является официальным заявлением. И даже да, как я сказал выше, призывом. Честно, мне очень интересно, теперь какой будет реакция Кремля. Как отреагируют на высказывания главы Чеченской Республики в Единой России, членом высшего совета которой Рамзан Ахматович является... Хотя я и так знаю ответы на эти вопросы. Скорее всего, ребята предпочтут отмолчаться. В худшем для себя варианте, ну, вдруг найдется какой-нибудь безбашенный журналист, который спросит об этом больших дяденек. Я уверен, мы получим что-то в стиле Пескова-2019. Вы знаете, я вот только от вас об этом услышал, с ситуацией не владею. Поэтому мне для начала нужно понять, как расставлены светофоры на борту ледокола «Адмирал Колчак». Поскольку, как вы понимаете, рекордный урожай жуков в этом году на всех тракторных заводах заставляет задуматься, почему солнце светит не с той стороны. Ну, а если по-русски, да отскочат они. Это ж не на мальчишку-блогера Егора Жукова за призывы к участию в митингах наехать. А, впрочем, начинаем! В центральную часть РФ переместимся. А помните, в прошлом выпуске я рассказывал вам про главу российского экологического оператора Дениса Буцаева. Ну, это чиновник, который отвечает за весь мусор в стране. Так вот, господин Буцаева дюжа сокрушался. Мол, не платежи у нас аховые. 35% граждан и 70% предприятий за вывоз ТБО не платят. Мы в долгах, как в шелках. Поможите, дорогое правительство! Оно и понятно. Если так вот проанализировать ситуацию, на вверенном Денису Петровичу фронте швах полный. Те, кто умеют считать и хоть немного анализировать, согласятся сейчас со мной, что при таких неплатежах, ну, это просто привет бизнесу. Можно смело закрывать избушку на клюшку, вставать на учетной бирже труда. И тут, господа, буквально вчера налетаю на следующую новость. Буцаев посетил с рабочим визитом Ярославскую область, куда прилетел на вертолете премиум-класса. Вот это поворот достойный аплодисментов. Ой, кого я вижу! Чему я про поворот достойный аплодисментов, спросите вы? А дело в том, что вертолет, на котором разъезжает Денис Петрович, очень дорогое удовольствие. Причем слово «очень» в данном случае можно употребить несколько раз. Его даже просто в аренду взять стоит сумасшедших денег. В 2016 году, например, этот коптер стал причиной коррупционного скандала. На вертолете тогда летал губернатор Подмосковья. И вот яблочники обратились к Медведеву с просьбой разобраться, откуда у Воробьева деньги на аренду данного летательного аппарата. В скандале фигурировала цифра в 15 миллионов рублей за два вылета. Сегодня на данном аппарате передвигается уже нищий Буцаев. Прикиньте, его структурам деньги не платят абоненты по всей стране, а мужчина при таком раскладе вертолеты премиум-класса умудряется арендовать. Как, господа? Минуточку. За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Вот и я тоже хочу понять, за чей счет этот банкет и кто будет его оплачивать. Это реальная журналистика, лучшая, любимая и только для вас. Поехали! А меж тем, в высшем руководстве страны продолжают заниматься по-настоящему важными вопросами. На днях Владимир Путин встретился с учеными и провел для них урок русского языка. На самом деле, я, конечно, сейчас утрирую, там немного по-другому было. Президент предложил культивировать родной язык, и первое, что необходимо сделать на данном этапе, сказал главный, заменить Википедию в Рунете большой российской энциклопедией. Цитирую, это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. А они просто сдохнут. Просто сдохнут. Просто сдохнут. Нет, мне, если честно, тоже не очень нравится, когда у нас больше половины населения пишут с ошибками. Не в состоянии грамотно складывать буквы в слова, слова в предложении, в том числе люди, которые называют себя патриотами. В том числе люди, занимающие ответственные посты. Чиновники, депутаты всех уровней. Но поправьте меня, если я ошибаюсь. Начинать, наверное, все-таки не с Википедии нужно. Это проблемы системы образования, в первую очередь, которым у нас уже давно какое-то министерство просвещения рулит. Системы, которые оптимизируют уже полтора десятка лета, посмотришь на результат и плакать хочется. Сейчас. Я забыла, я их не грез. Сейчас скажу. Не помню, честно, сейчас даже не подскажу. Не скажу. А вы как считаете? Можука. Я не знаю. Может, Рокоссовский. Я поняла. Ну, я более так не очень хорошо помню, кто у нас союзников тогда. Воевал против кого в своей Великой Отечественной войне? Ну, вот основные страны. Германия. А против кого Германия воевала? Против нашего народа. Австрия, наверное. Франция. Италия потом вошла к нам в Антанту. Так как я знаю эту историю, у нас были союзники такие, как Германия, Америка, но они как бы... А вот одна из самых неприятных новостей последнего времени, безо всякого преувеличения. 50% школьных учителей математики не прошли теста Рособранадзора. Теста на знания математики в рамках специальности. При этом время от времени отдельные, особо одаренные модераторы идеи выносят на рассмотрение парламентов всех уровней предложение о переводе системы даже школьного образования на платную основу. Совет Федерации сегодня одобрил законопроект о реформировании бюджетных организаций. Речь идет о том, что бюджетные учреждения, детсады, больницы и школы планируется перевести на самоокупаемость, то есть делать коммерческими. Предполагается, что государство будет оплачивать лишь часть услуг. Например, в школе несколько учебных часов по ряду предметов. Но об этом президент не говорит. И глава соответствующего ведомства, я уже не знаю, какой там по счету сейчас Васильева, тоже не говорит. Зато давайте бороться с Википедией. У меня два вопроса сразу возникают. Первый, а что не с надписями на заборах или до этого тоже дойдет? И второй, почему главный-то этим занимается? У него что, все остальные дела закончились? Мы построили ЭДМ, наконец. Впрочем, вопросы эти опять риторические. Ну и под занавес, чтобы не на грустной ноте, одной историей поделиться хочу, прислали. Жители Якутии направили письма в региональные ФСБ, в которых обосновали свое нежелание выполнять кредитные обязательства перед банками. Мотивирую это следующим образом. Когда я брал кредит, я не знал, что учредителем кредитной организации является иностранная компания. Я не против закрыть задолженность, но опасаюсь, что мои действия в этом случае подпадут под статью 275 УК РФ, это статья за измену Родине. А точнее, под формулировку «оказание финансовой помощи иностранному государству», международной либо иностранной организации, действия которой направлены против безопасности нашей страны. И ведь не поспоришь, друзья, нам каждый вечер в эфире госканалов рассказывают о том, что за океаном окопались враги. 275-я статья в Уголовном кодексе действительно содержит данную формулировку, а с другой стороны, красавцы, якутские юристы. Все. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте под ними, мы обсудим подписку, проверяйте вас, отписывают без вашего ведома, а я за всем спешу откланяться, пока. Пока!